Приручение лошади около 5500 лет назад представляет собой одно из важнейших технологических достижений древнего мира, поскольку лошади произвели революцию в транспорте и повлияли на модели торговли, войны и миграций. Археологические и органические останки, а также генетический анализ позволяют предположить, что домашняя лошадь возникла в степях Центральной Азии, после чего распространилась по Восточной Европе, а затем и по Передней Азии. Данные из контекста батайской культуры Казахстана предполагают, что к середине-концу 4-го тысячелетия до н.э. лошадей могли содержать и доить, но эти доводы оспариваются, потому как ряд ученых сочли доказательства одомашнивания лошадей батайцами неубедительными, хотя и отметили хорошую работу исследователей, но подвергли сомнению интерпретацию результатов. Обзор на вышеупомянутую научную работу тоже есть на канале. Исследование геномов древних лошадей также поставило под сомнение точку зрения о том, что современные домашние лошади произошли из Центральной Азии, поскольку было показано, что так называемые батайские лошади являются предками лошадей Пржевальского в Северо-Восточной Азии, но не являются основным источником древних или современных домашних лошадей. Другое недавнее исследование исключило и Пиренейский полуостров как второй потенциальный центр одомашнивания лошадей, показав, что иберийские дикие лошади вымерли, не оставив заметных следов в геномах современных. Однако оставалось еще две области, которые были предложены в качестве центров приручения современных лошадей. Это Причерноморско-Каспийская степь и Анатолия. Хотя степь уже долгое время считается наиболее вероятным источником домашних лошадей, Анатолия с этой точки зрения плохо изучена, несмотря на ее долгую историю использования диких лошадей, а также репутацию как производителя ценных пород лошадей в античном мире. Комбинация текстов, изображений и археозоологических данных позволяет предположить, что к середине концу 3-го тысячелетия до н.э. домашние лошади были завезены из соседних горных регионов в Месопотамию, в современный Ирак и северо-восток Сирии, где они часто упоминались в клинописных текстах как горные ослы. Изначально содержавшиеся в небольшом количестве лошади стали широко известны в Передней Азии в течение нескольких столетий в связи с распространением колесниц, технологического новшества 2-го тысячелетия до н.э. Поскольку одомашнивание лошадей в евразийских степях в регионе, исторически известном своими так называемыми конными культурами, вероятно началось в 4-м или возможно даже в 5-м тысячелетии до н.э., долгое время утверждалось, что лошади Передней Азии являются потомками этих ранних одомашненных степных лошадей, которые прибыли в регион посредством еще недостаточно изученных процессов, миграций или обмена с участием жителей при Черноморско-Каспийской степи и Кавказских регионах. Всего у лошадей на данный момент выявлено 18 основных гоплогрупп от Эй до Ар, время разделения которых относится в основном к неолиту и более поздним периодам. Домашние лошади демонстрируют гораздо более высокую степень генетической изменчивости митохондриальных линий по сравнению с крупным рогатым скотом, а также с свиньями и овцами. При этом большинство митохондриальных линий, наблюдаемых у домашних лошадей, существовало еще до приручения. Однако эти анализы древних лошадей не дали четкой филогеографической структуры, которая позволила бы установить пространственно-временное происхождение и центр их одомашнивания. Ведь результаты предполагают, что лошади на севере Евразии постоянно мигрировали и смешивались. А вот что касается мужской линии, то у современных лошадей выявлен только один гоплотип, что привело к поспешным выводам о едином событии одомашнивания. Но анализ древних образцов указал на дополнительные мужские линии в доисторических популяциях до одомашнивания, и показал, что генетически разнородные самцы-основатели участвовали в раннем одомашнивании. Впоследствии это разнообразие сократилось, вероятно, в результате более направленного отбора человеком, который, скорее всего, начался в Железном веке и продолжался во времена Римской империи и после VII-IX веков н.э. Палеогенетические данные по генетическим локусам, связанным с окрасом шерсти у лошадей, свидетельствуют об увеличении разнообразия окраса шерсти начиная с бронзового века, что считается ранней стадией процесса одомашнивания, и является обычным явлением для домашних таксонов по сравнению с их дикими аналогами. Поэтому появление новых окрасов шерсти служит полезным маркером для идентификации домашних лошадей в археологических записях. До сих пор происхождение домашних лошадей в Анатолии оставалось малоизученным. Однако тщательное извлечение останков лошадей из хорошо датированных археологических контекстов в Анатолии и на соседнем Кавказе совместно с прогрессом в палеогенетических методах теперь позволяет конкретно рассмотреть процессы, ответственные за происхождение домашних лошадей в этой части Передней Азии. В своей работе международная группа исследователей объединила морфологическую классификацию останков непарнокопытных с палеогенетическим анализом митохондриальной ДНК, Y-хромосомы и аутосомных ДНК-маркеров, связанных с окрасом шерсти для отслеживания пространственно-временной динамики появления домашних лошадей в Анатолии. Чтобы прояснить давний вопрос в истории Ближнего Востока о местном приручении лошадей в Анатолии, было проанализировано более 100 останков лошадей из 14 доисторических поселений Центральной Анатолии и Кавказа, охватывающих большую часть Голоцена, а именно с 9-го тысячелетия до н.э. по первое тысячелетие н.э. включительно. Результаты Дикие и домашние лошади в Анатолии Результаты позволяют сделать вывод о том, что домашние лошади были завезены на Кавказ и в Анатолию по крайней мере в 2000 году до н.э., предположительно из евразийской степи. Этот вывод основан на том факте, что в Анатолии местные популяции лошадей до 6500 лет назад несут только две метахондриальные гаплогруппы P и X, причём последняя является ранее незарегистрированным гаплотипом, принадлежащим под дереву OPQ. До сих пор эти гаплогруппы не встречались где-либо ещё в Евразии в современном или более раннем контексте. Более того, гаплотип X, вероятно, имел ограниченное временное распределение в Анатолии Голоцена, возможно, исчезнув после 5500 года до н.э. Данные подтверждают выводы о том, что эти две гаплогруппы отражают локальные метахондриальные признаки диких лошадей, на которых охотились в Анатолии в раннем и среднем Голоцене. Исследователи предполагают, что гаплогруппы P и X развивались независимо в Анатолии в течение позднего плейстоцена и раннего Голоцена, со слабым или полностью отсутствующим потоком генов от соседних популяций диких лошадей, из-за географических барьеров, отделяющих Анатолию от Северной Евразии, а именно Босфора, а также Гурзаграс и Кавказа. Таким образом, новое исследование представляет первые доказательства того, что Анатолия была домом для генетически отличающейся популяции диких лошадей, которые, согласно археозоологическим находкам, широко использовались в периоды неолита и энеолита. Останки лошадей раннего неолита Ашиклы-Хююк, неолита анеолита Кёшка-Хююк и позднего анеолита раннего бронзового века Чадир-Хююк являются представителями этих диких анатолийских лошадей. А примерно в 2000 году до н.э. наблюдается статистически значимое снижение частот местных метахондриальных линий диких лошадей, поскольку гаплогруппа Пи становится редкой, а гаплотип Экс полностью исчезает. Хотя низкая частота гаплотипа Экс у лошадей отмечена еще до бронзового века. Параллельно с этим разнообразие материнских линий у лошадей Кавказа и Анатолии заметно возросло от 2 до 14, то есть уровня современных, а также до уровня лошадей эпохи энеолита, халькалита и ранней бронзы из Юго-Восточной Европы и Казахстана. В исследованиях лошадей Евразийской степи метахондриальные гаплогруппы не демонстрируют филогеографической структуры в Евразии, что согласуется с отсутствием значительных физических барьеров в обширных евразийских степях. Это предполагает, что у популяции лошадей степи был постоянный обмен генетической информацией между ее членами, что вероятно объясняет высокое разнообразие современных популяций домашних лошадей. Это также объясняет быстрый рост разнообразия, наблюдаемый в наборе данных из этого исследования при внедрении лошадей на Кавказ и в Анатолию. Это внезапное появление неместных родословных совпадает с появлением иконографических и эпиграфических свидетельств о лошадях и верховой езде в конце III тысячелетия до н.э. и свидетельствует о значительном импорте домашних лошадей и, следовательно, против независимого местного процесса одомашнивания. Результаты, полученные при генотипировании аллелей, связанных с вариациями в цвете шерсти, подтверждают этот вывод, поскольку лошади бронзового века в Анатолии и на Кавказе демонстрируют мутации, соответствующие вариациям окраса шерсти, которые, как считается, были выбраны во время одомашнивания в евразийских степях, например, каштановый, черный и серебристый. А мутации, связанные с разбавлением цвета шерсти или пятнами, появились позже, после 1200 года до н.э., согласно данным исследования. Таким образом, исходя из новогенетических данных, исследователи делают вывод, что домашние лошади, завезённые в Анатолию бронзовом веке, несли мутации, обнаруженные ранее в Северной Евразии, и, следовательно, полученные преимущественно от лошадей из этого обширного региона. Хотя окончательное географическое происхождение этой неместной популяции невозможно определить с помощью имеющихся данных, евразийские степи к северу от Чёрного моря кажутся наиболее вероятным кандидатом. Однако местный анатолийский гаплотип Пи сохранялся у домашних лошадей бронзового века Анатолии и Кавказа, а также у современных лошадей, правда с низкой частотой около 8%. А это позволяет предположить, что дикие анатолийские лошади, вероятно, часто включались в стада домашних вскоре после появления их в регионе и исчезновения в дикой природе. Результаты свидетельствуют о быстром переходе от охоты к скотоводству после появления домашних лошадей в раннем бронзовом веке, что, вероятно, коррелируется с окончательным сокращением популяции диких лошадей в Анатолии и на Кавказе, на что указывает низкая частота их останков. Схожая картина с двумя гаплотипами Y-хромосомы Ht1 и Ht3 Анатолии и Кавказа намекает на возможность популяционной динамики, подобной той, что зафиксирована для Северной Евразии, где преобладающий Y-гаплотип Ht1 у современных лошадей заметно увеличился после начала одомашнивания, достигнув фиксации в генофонде к средневековью, в то время как Ht3 снижался с течением времени вплоть до своего исчезновения. В анатолийском наборе данных из этой работы оба гаплотипа встречались с сопоставимой частотой около 2000 года до н.э., но и здесь частота Ht3 со временем уменьшилась. А самая последняя лошадь, которая несла Ht3, была родом с Кавказа, возрастом около 3300 лет. Это уменьшение разнообразия Y-хромосом, по-видимому, является результатом сильного отбора жеребцов. Поскольку Северная Евразия и в частности Причерноморско-Каспийская степь в настоящее время является наиболее вероятным местом происхождения домашних лошадей, завезённых в Анатолию, существует два возможных маршрута, один через Юго-Восточную Европу и один через Кавказ. Маршрут через Босфор был предложен на основе самых ранних зоо-археологических свидетельств существования домашних лошадей на Южных Балканах на стоянке раннего бронзового века Канлигечет, около 2600-2300 до н.э. Окрасы шерсти 10 лошадей с этого участка были генотипированы и выявили сильно смещённое распределение мутаций окраса шерсти у 6 из 10 гомозиготных чёрных лошадей, 4 из которых также показывают пятнистость леопарда. Ещё у двух гнедых лошадей с пятнистостью мутации каштанового цвета не обнаружено. Эта картина сильно контрастирует с новыми данными из Анатолии и Кавказа, где каштановый цвет является самым ранним вариантом окраски шерсти, в то время как чёрные и леопардовые окрасы остаются очень редкими, только 2 из 25. Эти различия служат аргументом против введения популяции домашних лошадей аналогично той, что была обнаружена в Канлигечите. Более того, нет никаких археологических данных о коневодстве в Западной Анатолии в третьем тысячелетии до н.э., что не даёт дополнительной поддержки гипотезе о раннем водном пути через Босфор. Напротив, новая идентификация нескольких неместных митохондриальных линий и мутаций, связанных с окрасом шерсти, широко проявляющихся одновременно на Южном Кавказе и в Центральной Анатолии, свидетельствует в пользу пути распространения через Кавказ. Наличие костей и изображений лошадей в поселениях майкопской культуры и погребениях около 3300 года до н.э. на Северном Кавказе привело к предположению, что практика верховой езды началась в майкопский период. Но это предположение также оспаривается. Кроме того, недавние исследования геномов людей того же периода показали непрерывный поток генов между степями Медного века и народами Кавказа, а позже в эпоху Бронзы между Месопотамией, Анатолией, Южным и Северным Кавказом, а также степью. Этот обмен между группами людей, похоже, усиливается с началом похолодания и засухи 4200 лет назад, что могло повлиять на стратегии выживания и социальные сети в степной зоне. Согласно имеющимся данным, это климатическое событие по-видимому в значительной степени совпало с появлением неместных метахондриальных гаплогрупп и сменой окраса шерсти лошадей на Кавказе и в Анатолии, что также вероятно связано с распространением коневодства и возможно индоевропейских языков. Хотя культурные процессы, инициировавшие распространение коневодства к югу от Кавказа, в настоящее время трудно поддаются анализу, они могут быть связаны с перемещением людей через Кавказ в Анатолию, начиная с конца III тыс. до н. э. Древний мул Среди образцов из новой работы попался и мул из контекста раннего Железного века в Чадирхьююк Центральной Анатолии, датируемого 1100-1800 годами до н. э. Из данного региона это первое свидетельство мулов помимо Европейского Железного века и Римского периода. При этом, учитывая, что гаплогруппа кобылы была не местной, получается, что гибрид был от домашних животных. При этом кобыла передала мулу два мутантных аллеля цвета шерсти. Хотя это и не является чем-то удивительным, присутствие мула в Железном веке Анатолии отражает новую роль домашних лошадей, появившуюся по мере их распространения в регионе, где домашние ослы использовались с 4-го тысячелетия до н. э. Однако этот случай является ранним примером преднамеренной гибридизации. Будучи самым дорогим видом упомянутым в ценах на домашний скотт-хеттского периода от примерно 1600 до 1178 года до н. э., мулы, вероятно, ценились очень высоко. Помимо лошадей, результаты нового исследования недвусмысленно свидетельствуют о том, что люди неолита и неолита и бронзового века Анатолии также охотились на европейских плеистоценовых ослов, которые когда-то населяли большую часть Анатолии. Таким образом, объединённые данные предполагают, что ослы вымерли в Анатолии в эпоху поздней бронзы, более или менее одновременно с местными дикими лошадьми, возможно, в ответ на ту же комбинацию факторов, включая повышенную засушливость, связанную с засухой 2100 годов до н. э., а также конкуренцию за пастбищные ресурсы с растущим количеством скота, и, вероятно, из-за охоты элит. Выводы. В новой работе, охватывающей примерно 9000 лет голоцена, были проанализированы метахондриальные линии древних лошадей из Южного Кавказа и Анатолии. Исследование позволило проверить гипотезу о том, что Анатолия была центром одомашнивания лошадей. Авторам работы удалось идентифицировать метатипы, характерные для местных диких лошадей Анатолии, которые регулярно использовались в раннем и среднем голоцене. При этом генетический анализ показал, что неместные генетические маркеры, которые всё ещё присутствуют у домашних лошадей, появились в регионе не постепенно, а внезапно, примерно после 2000 года до н.э. Исследования также демонстрируют, что у этих завезённых домашних лошадей окрас отличался от местных до приручения. Однако материнская линия Пи, выявленная у местных лошадей до приручения, присутствует и в Бронзовом веке, что подразумевает ограниченное включение местных кобыл в домашние стада. В целом результаты указывают на то, что домашние лошади были завезены в Анатолию, возможно через Кавказ, в период Бронзового века, и дают дату начала эксплуатации домашних лошадей в Анатолии и Закавказье около 2000 года до н.э. Данные также свидетельствуют против неместного независимого приручения лошадей в этом регионе. Новые результаты убедительно указывают на то, что Анатолия не была основным источником происхождения домашних лошадей. Но как наблюдалось и в других регионах, местные материнские линии всё же были включены в стадания местных домашних лошадей, которые также были скрещены с местными ослами для создания мулов. Однако точное географическое происхождение завезённых лошадей ещё предстоит определить. А я на этом как обычно не прощаюсь. Хорошего вам настроения и до новых выпусков.